Всем привет! Сегодня я хотел бы вам показать свой ленточно-пильный станок Enhel. Он у меня уже работает больше года и я хотел бы поделиться своими впечатлениями. Как и любое оборудование, данный станок имеет как плюсы, так и минусы. Из плюсов хотел бы сказать, что это один из самых дешевых ленточно-пильных станков на рынке. Также к плюсам можно отнести то, что он у меня уже больше года работает без пылесоса и вся стружка и опилки скапливаются у него внутри. Сейчас я вам покажу. И при этом он замечательно работает. Можете посмотреть весь в пыли. Все элементы в пыли, но усердно трудятся. Еще из плюсов я бы хотел бы акцентировать внимание на его параллельный упор. Здесь он выполнен достаточно качественно. У него зажимается с двух сторон. С этой стороны и с этой стороны. И действительно этот упор параллельный. Как бы вы его не устанавливали, он будет всегда параллельно пиле. Но и тут же можно сказать и о минусах. Если пилить на этом станке по упору, то хорошо и ровно он пилит только пока пила острая. Когда пила затупляется, ее начинает уводить в сторону. Либо влево, либо вправо по волокнам дерева. И как его не настраивает, мне во всяком случае не удается его настроить, чтобы он постоянно пилил параллельно. Пока новая пила замечательная. Вот так здесь располагается параллельный упор. Здесь рычажок, которым он зажимается. Упор вообще не сдвигается, так как с двух сторон зажат. Но что хотелось бы сказать по самой ленточной пиле. Пила здесь достаточно тонкая, если будет видно, конечно, на штане на циркуле. Здесь всего 0,3 мм толщина и ширина 6 мм. Такая достаточно тонкая пила. Может быть, если ее хорошо натянуть, ее не так будет сильно уводить. Ну, мне, если честно, страшно ее натягивать сильно. Поэтому пилю в основном по разметке. И еще что здесь можно из плюсов выделить к этому станку, это то, что он легкий. Легкий, так сказать, компактный. Достал, поработал, убрал. В этом плане в нем есть плюс. Но также это является и сразу минусом. Потому что жесткость станка очень маленькая. То есть при работе он достаточно сильно вибрирует. Сейчас я включу. Вы можете сами посмотреть. Если, ну, а может быть, не видно, то вот эта вот часть, она вибрирует достаточно сильно. Если здесь детальку положить, то она будет вот так вот кататься по столу. Ну и на ощупь достаточно ощутимая вибрация. Столик здесь максимум 90 миллиметров по упору. Можно распилить. Линейка, кстати, стандартная разметка их не очень точная. То есть у меня совпадает, что с одной стороны, что с другой стороны. Совпадает, насколько выставил стоков по результату и получается. Из недостатков здесь вот самое основное. Это, если будет видно, боковые упоры, которые удерживают пилу от вибрации, они здесь выполнены в виде таких стальных штоков. То есть сильно ими, ну, пилу не зажмешь, чтобы она не гуляла влево-вправо. Если сильно их прижать, то они будут достаточно ощутимо тереться об нее и могут сократить, так сказать, ресурс пилы. Если сильно развести их в сторону, вот как у меня здесь где-то миллиметр зазор, но, наверное, плохо будет видно. Вот миллиметровый зазор. Ну, рез получается, то есть полностью черновой с большими такими царапинами. То есть ни о каком чистовом резе в этой конструкции вообще речи идти не может. Следующий из минусов – это механизм, вот этот регулирование высоты пиления. Здесь есть сбоку фиксатор. Вот его можно открутить. И здесь предполагается, что вот этой вот ручкой мы поднимаем и опускаем. Здесь вот есть зубчатая рейка. Видно. А здесь зубчатое колесо стоит на валу этой ручки. И она опускает или поднимает. Но дело в том, что здесь на зубчатой этой рейке набиваются опилки. И уже опустить ее становится невозможным. Приходится здесь тут разбирать, вынимать это все и чистить там. Ну, со временем я просто снял отсюда колесико и теперь просто вручную ее опускаю и поднимаю, как мне надо. Так быстрее и проще. Сзади пила упирается вот в подшипник. Ну, по своему опыту, я вам скажу, что эти подшипники здесь и в нижней части, там под столом тоже такой же узел имеется. Эти подшипники очень быстро выходят из строя. Буквально их уже десяток успел поменять, этих подшипников. То ли подшипники мне попадаются такие некачественные, ну, то ли условия работы у них тяжелые. Столик также может регулироваться вверх и вниз до угла 45 градусов в одну сторону и в другую сторону. Но я этой функцией никогда не пользовался. Сейчас я вам покажу механизм сам. Все будет видно. Так, вот он здесь, такой механизм. Здесь рычаг, а здесь фиксатор. И вручную это все дело настраивается. Там он указатель показывает на градусы. Ну, я не проверял, насколько он актуально показывает градусы. У меня он установлен перпендикулярно пиле. И я только таким и пользуюсь. Я его никогда не регулировал. Что касается двигателя. Ну, двигатель относительно мощный, скажем так. Греется достаточно сильно. Но я где-то час могу за ней работать. Пока он не нагревается. Ну, я считаю, достаточно сильно. Когда уже рукой невозможно к нему прикасаться. Тогда я уже останавливаю работу. Даю ему отдохнуть. Либо просто здесь сверху ставлю вентилятор на обдув. И продолжаю работать. Но это мое личное субъективное мнение. Насколько он сильно нагревается. Возможно, для него это нормальный тепловой режим. Но не хотелось бы его спалить. Поэтому я его использую, так сказать, в щадящем режиме. Даю ему отдохнуть или обдуваю его дополнительно вентилятором. Сейчас я хочу показать, как он режет. Только сразу хочу сказать, что пила здесь уже довольно не свежая. Она уже довольно много работала. А сама пила такая вот оригинальная. Энхеллевская. Сейчас покажу вам, как он перет. Вот так. Смотрите продолжение в следующей части. Рез ушел. Вот здесь он заходил, а здесь он уже сошел на сторону. Как я его не регулировал, либо сюда уходит, либо сюда. Это был дубовый брусок, 32 мм толщиной. Как я говорил, пила уже довольно поизношенная. А вот так вот тут выглядит его срез. Можете видеть, здесь есть зазубрины довольно-довольно-таки серьезные. То есть это чисто черновой рез на этой пиле. Еще хочу немного показать внутренности этой пилы. Шкилы здесь алюминиевые, ну из алюминиевого сплава. Покрытые вот с торцов таким вот тут, то ли силиконом, то ли полиуретаном. В общем, чтобы пила не проскальзывала. Но за более чем год работы фактически не износился визуально. Здесь система натяжки пилы. Присутствует концевой выключатель. Как на нижней, на верхней половинке, так и на нижней. Здесь он тоже, вот он здесь расположен. То есть во время работы открыть этой дверки нельзя. Когда они открываются, выключается двигатель. Так, а вот нижняя система с подшипником и боковыми упорами, удерживающими пилу. Кстати, по вот этой нижней части, здесь вот подшипник, он еле-еле дотягивается до самой пилы. То есть его шток, который регулирует его глубину, так сказать, расположение. Он очень короткий и на самом последнем миллиметре держится этот упор. Здесь в конструкции мне очень сильно не хватает местной подсветки. Есть общее освещение. Но хотелось бы еще, чтобы была здесь местная подсветка непосредственно в месте реза. Вот, хочу это дело исправить самостоятельно. Добавить сюда парочку светодиодов, чтобы они светили прям в область резания. Ну, если это получится сделать, потом сниму видео, покажу. Вот, ну, а так, в принципе, все, что я хотел, рассказал по этому станку. Если кому было интересно или полезно, ставьте лайк. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok